Свой музей появился на мусоросортировочном полигоне. Там, оказывается, были вынуждены организовать такой. Много интересного проплывают по мусорной ленте. Попадаются даже пакеты документов. Мусор шел здесь по линии. Вот этот пакет, непосредственно в котором находились документы. По спортоводительскому удостоверению документы на машину, такое мое предположение, что это были украдены документы. И потом куда-то их выкинули, и они оказались у нас. Ехал с работы домой, пробки, уже на автопилоте. Магазин, сумочки, кошелек взял, зашел, вышел. Не обратил внимания, сумочки уже нет. Документы возвращаем вам. Не прийти, вышел. Будем стараться. Судьба наказала, судьба, так скажем, наградила. Мусор это, в принципе, большая ценность. Можно найти много интересного. Вот у нас есть специальный уголок. Можно подойти, посмотреть то, что находят у нас ребята на линии сортировки. Мы более-менее интересные и необычные вещи отбираем. Вам, телевизионщикам, будет, наверное, как раз забавно. Например, камера, 8-миллиметровочка, историческая, 72-го года выпуска. Рабочая, что характерно. То есть, тут заправить, почистить, и все будет, то, что называется, летать. Фотоаппаратов в большом количестве. Вот сейчас уже, наверное, молодежь-то и не знает, что это такое. А вот полароиды, например. Один из самых первых маленьких сотовых телефонов. Вот такая вот прелесть. Эть, Моторола. Тут у нас соседи наши. Откуда их? Украина. Вот, пожалуйста. Есть арабы, соответственно. Есть Индия. Ну, советские деньги, безусловно. И даже вот сильно старые советские деньги. Мы на наших объектах находили и псалтырь 19-го века, старообрядческий. Передали его в Печетский музей монахам. Они, в общем, с радостью приняли. Они внимательны просто по роду своей деятельности. Задача ведь у каждого человека, который стоит на линии, он должен свой вид отходов отсортировать и положить в отдельную ячейку. То есть, он каждый нацелен на одно. Кто-то на пластик, кто-то на бумагу, кто-то на пленку. Соответственно, когда они вскрывают пакет, они свою фракцию отбирают. Ну, и уж тут глаз наметан. Если что-то необычное, тогда выделяется и откладывается в сторону. Ну, а потом руководство говорит, молодец, если что-нибудь хорошее. Кстати, уже когда этот сюжет был готов к эфиру, стало известно, что на Балахнинском мусоросортировочном комплексе была найдена красноухая черепаха. Живая. Нарочно хозяин ее выбросил или случайно, неизвестно. Но, как бы то ни было, животное спасли. Сейчас она живет дома у одного из работников.